Братья и сестры, я прочту сначала один стих очень короткий, а потом я прочту текст длинный. Евангелие от Иоанна, 13 глава, стих 15. Я дал вам пример. Друзья, я размышлял, о чем проповедовать сегодня. Я вспоминал на вечере перед Пасхой, какие тексты мы чаще читаем. И текст 13 глава Евангелия от Иоанна, наверное, это наиболее часто читаемый текст на хлебопреломление предпасхальное. И я хочу выделить эту мысль еще потому, что у нас три недели висел текст перед нами. Просто он был несколько полнее, чем я прочитал. Целиком написано так. Я дал вам пример, чтобы вы делали то же. Друзья, и еще причина, почему я решил этот текст читать, это начало этой главы. Написано перед праздником Пасхи. То есть то, о чем я буду читать, это Иисус Христос совершил перед праздником Пасхи. И у меня такое расположение, чтобы на фоне прочитанного и на фоне наших рассуждений мы могли бы проверить и себя. Иисус Христос дал нам пример. Пример – это значит то, показал, чему мы подражать должны. Насколько в моей жизни это подражание Иисусу Христу имеет место. Не в целом подражание Его жизни, потому что слово «как я» в Библии встречается часто. Но подражание тому, о чем мы будем рассуждать сейчас. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час сего перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечера, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечера, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил водой в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имею счастья со мною. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову. Иисус говорит ему, а мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все, ибо знал он предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты. «Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Братья и сестры, итак, я четыре мысли, в каких вопросах мы должны подражать Иисусу Христу. Ну, я не хочу, чтобы мы были очень строги к моим словам, в смысле, мы Иисусу Христу во всем подражать должны. Но я имею в виду в прочитанном отрывке, на что делает ударение Иисус Христос, что Он нам дал пример, и мы должны делать то же. Братья и сестры, итак, первая мысль написана. «Иисус Христос, зная, что пришел Его час, явил делом». Друзья, что Он явил делом? И в первых стихах написано, что «возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их». То есть, Он явил делом, что Он любит своих. Братья и сестры, тема любви – это тема очень распространенная в христианстве. И она очень распространенная в наших проповедях. То, что мы должны любить жену и мужа, должны любить детей, мы должны любить грешников, которые вокруг нас, должны любить наших соседей, должны любить тех, которые нас ненавидят, написано «любите врагов ваших». Друзья, не об этом здесь идет речь. Иисус Христос любил весь мир. Он любил и тех, которые Его будут распинать. И Он знал их. Но здесь речь идет, написано «возлюбил своих». Вот мы, Тимошевская церковь, ну, у нас на сегодняшний день около 300 членов церкви. Ну, на наших собраниях, особенно сейчас, конечно, не все, но Иисус Христос дал нам пример, что мы должны уметь любить своих. И причем мы можем так и думать, что мы любим. Ну, например, я в этой церкви некогда уверовал. Это было давно. Тогда нас было очень мало. Наверное, членов церкви было около 35, может быть, около 40 человек. Тогда достаточно было маленького помещения, 4 на 4 квадратных метра или даже меньше, и мы легко помещались. Сейчас нас уже много. Членов других церквей я не был. Ну, и как мне кажется, я люблю всех и люблю свою церковь. Ну, я не хочу здесь ударение сделать на том, как мне кажется, но Иисус Христос нам оставил пример, что мы должны любить своих. И причем любовь к своим, она должна проявляться в нашем деле, в наших поступках, потому что мы можем говорить, что мы любим. Скажем, я могу это говорить жене, могу говорить соседу или вам, могу в микрофон признаться, как я сейчас это немножко делаю, возможно, неосторожно. Иисус Христос, Он не учил только нам в любви объясняться. И да, Он говорил, что Он их любит, но написано, Он явил делом, потому что любовь проявляется в деле. И Он на деле показал, что Он их любит. Нет, братья и сестры, Он на деле и раньше показывал. Но посмотрите, как здесь делает ударение апостол Иоанн, что Иисус Христос, зная, что жизнь Его подошла к концу, и что Он уходит к Своему Отцу, откуда Он пришел. Он знает, что Ему осталось жить совсем чуть-чуть. И Он так решил на деле еще раз показать, что Он их любит. Братья и сестры, поскольку мы думаем, что мы еще поживем, мне кажется, о том, что мы можем пожить мало, сейчас люди думают в последнее время чаще, а вообще, даже и сейчас, когда вирус бродит, и когда некоторые, даже наши знакомые, уходят в другой мир, все равно мы чаще думаем, что мы еще поживем. Но если бы мы знали, что жизнь моего брата закончится скоро, и я точно знаю, что его жизнь закончится скоро, наверное, я бы постарался явить делом. Однажды я об этом проповедовал, друзья, на послании апостола Петра. Написано, «Любите друг друга, потому что всякая плоть, как трава». Засохла трава, и цвет ее опал. Друзья, вот поэтому Петр, он очень удачно делает ударение на этом. «Любите друг друга, потому что всякая плоть, как трава». «Потому что жизнь моего брата может закончиться неожиданно, а это труднее». Когда-то умирал мой старший брат, и мы уже все знали, что ему жить осталось, ну, как нам сказали, что, наверное, он один день не проживет. И мы все один за другим старались с ним увидеться, вот, знали, что видим его последний раз, какие-то хорошие слова говорили. Но я ведь делом своей любовью уже было поздно. Уже поздно было дарить подарки. Это надо было бы сделать немножко раньше. И, возможно, некоторые из нас думали, «Ах, если бы я знал, что это будет через год, то, наверное, я бы побыл у него на день рождения, 31 декабря, перед Новым годом. Так было у него. И, наверное, я бы сделал ему подарок лучше, чем я это делал раньше». Вот так вот. А мы только приезжали к нему, чтобы попрощаться. Вот так оно бывает. Поэтому, братья и сестры, Иисус Христос, Он, зная, что его жизнь подошла к концу, но здесь я не совсем точно толкую, братья и сестры, не зная, что жизнь учеников подошла к концу, и Он поспешил им сделать что-то хорошее, но зная, что Его жизнь подошла к концу. Поэтому, братья и сестры, я не должен думать так, что ваша жизнь закончится, поэтому я должен делом явить к вам свое, а я должен знать о том, что моя жизнь, она тоже может закончиться, и поэтому мы должны с вами спешить, чтобы делом показать, что мы друг друга любим, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их, Он явил делом. То есть, как бы, мне кажется, возможно, Он подумал, что я еще не сделал вам, и Он сделал им то, что не делал никогда раньше. Нет, Он и раньше им являл любовь, но в такой форме, в какой явил сейчас, Он в такой форме свою любовь не проявлял никогда, только один раз перед праздником Пасхи. Братья и сестры, второй урок в этом отрывке. Иисус Христос нам дал пример смирения. Ученики не очень понимали, что Он хочет сделать. Он снял с себя верхнюю одежду, припаялся с полотенцем, и, братья и сестры, сразу вспоминается текст из послания филиппийцам, вторая глава. Написано, Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть, если бы Он показал, что Он равен Богу, это не было бы хищение. Вот так примерно можно истолковать эту мысль. Но принял образ раба и смирил себя, и был послушным даже до смерти и смерти крестной. Братья и сестры, и образ раба Он явил не только в этой ситуации, когда Он без верхней одежды, припоясанный полотенцем, будет ноги ученикам умывать. Но Он принял образ раба намного раньше. Он смирил себя намного раньше. Обычно считается, что смирение Христа ярко проявилось в Вифлееме, когда Он родился в очень убогой обстановке, хотя имел право прийти на землю, как власть имеющей. Это не было бы для Него хищением, потому что написано, им создано все, что на небесах и что на земле, и что в водах ниже земли. Все им и для Него создано. Он творец, Он царь, Он царь царей и Господь господствующих, каким мы видим Его в книге Откровения на белом коне и в белой одежде. И имя Ему царь царей и Господь господствующих. Братья и сестры, Иисус Христос смирил Себя намного раньше. Написано, вот иду исполнить волю Твою Божию. Братья и сестры, как вы думаете, когда Иисус Христос сказал эти слова? И вообще, Он их сказал или Он их не сказал? Он их сказал. Об этом дважды написано в Библии. В Ветхом и в Новом Завете в книге Псалмов и в послании к евреям этот текст повторяется. Написано, что, когда Бог, Отец, тело Ему приготовил человеческое, тогда Он сказал, вот иду исполнить волю Твою Божию. Вот когда Он смирил Себя и примет образ раба. Об Иисусе Христе в книге Откровения написано образ Агнец, как бы закланный прежде создания мира. Друзья, нет, Он был заклан не две тысячи лет назад там на кресте Голговском. Он был заклан, и Он пишет, прежде создания мира. Вот когда Он Себя смирил. А, видимо, это проявилось от Вифлеема до Голгофы. Это проявилось смирение Иисуса Христа, проявилось, видимо. Братья и сестры, у нас, у людей, так трудно получается. Христос сказал, я дал вам пример. Он дал нам пример смирения. Хотя у нас это получается трудно. Ну, я приведу пример библейский. Ученики идут в Капернаум. И когда пришли на место, Иисус Христос говорит, а о чем идя дорогой вы рассуждали? Они молчали. Братья и сестры, а вопрос простой, о чем вы рассуждали? Ну, а что, разве трудно ответить, о чем мы рассуждали? Они молчали, им не хотелось признаться, потому что тема была, братья и сестры, тема была странная. Даже не верится, что они об этом могли рассуждать. Потому что они рассуждали, кто из них больше. Потому что в сердце человека, в его греховной природе заложено стремление быть выше. Быть выше других. И кто-то с этим борется, а кто-то нет, кто-то открыто демонстрирует свое превосходство. И такая мысль, она не чужда, была и апостолом. Они рассуждали, кто из них больше. Наверное, это была и причина, почему они вознегодовали на сыновей Зеведеевых, когда те сказали, Господи, вот в царство Твоего Отца мы хотим сесть справа и слева от Тебя. А другим это было неприятно. Иисус Христос взял ребенка, поставил посреди и сказал, кто хочет быть большим, тот будь, как этот ребенок. И кто на этой земле умолится больше всех, тот и больше в Царстве Небесном. Братья и сестры, Иисус Христос дал нам пример смирения. Если бы мы умели смиряться, тогда многие вопросы в нашей жизни решались бы легче. Как-то мне приходилось решать один конфликт. Конфликт был тяжелый, и в принципе он не решился, братья и сестры. Он не решился до сих пор и возможно не решится уже никогда. А решить было его нетрудно. Нужно было, чтобы один из двоих просто уступил и все. И в принципе в сути этого вопроса достаточно было, чтобы уступил хоть один, хоть второй. И проблемы больше нет. но уступить оказалось трудно. Кстати, такие ситуации они бывают нередко. Они бывают на членских собраниях, они бывают в семьях, они бывают при разборе различных дел. Вот уступи и проблемы нету. И поэтому апостол Павел хорошо написал «Посмиренно мудрее почитайте один другого высшим себя». Иисус Христос нам оставил пример смирения. Братья и сестры, третий пример. Иисус Христос нам оставил пример служения, чтобы мы умели служить друг другу. Иисус Христос ученикам задает вопрос «Кто больше, возлежащий или служащий?» Братья и сестры, иногда христиане путаются в этих вопросах. Я нередко этот вопрос задавал, ну, в каком-то общении. А кто больше, возлежащий или служащий? В сознании людей омовение ног. И они говорят «Служащий». Да нет, не служащий. Христос говорит «Не возлежащий ли?» А я среди вас как служащий. Братья и сестры, Он нам дал пример, чтобы мы служили друг другу. Потому что иногда нам хотелось бы, чтобы послужили нам. Потому что, ну, бывает что-то болит, бывает, чувствуется возраст или какая-то усталость. Или, скажем, по положению, кто-то молодой, а кто-то пожилой, и нам кажется, что пусть послужит молодой. Отсюда, исходя, мы можем некоторые команды давать одному и другому и третьему. Эти команды, как нам кажется, должны с радостью и своевременно выполняться. Братья и сестры, но тем не менее Иисус Христос сказал «Я дал вам пример, чтобы вы делали то же». Об этом писали и апостолы. Уже будучи возрожденными, будучи исполнены Духом Святым, апостол Петр пишет «Каждый служите друг к другу тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией». Обратите внимание, не каждый воспринимает служение, а каждый служите друг к другу. Здесь уравнивается всякое положение, кто больше, кто меньше, ну, в смысле по положению или по плане ответственности. А написано «Каждый служите друг к другу, тем даром, какой получил». Почему тем даром? Потому что если тем даром, лучше получится. Но важно даже не дар, а важно желание послужить. И тогда у тебя получится хорошо. Апостол Павел написал чуть иначе. «Любовью служите друг к другу». Это очень связывается с моей первой мыслью, потому что если я люблю, служить нетрудно. Если не люблю, служить все равно можно, но тогда нужно себя заставлять. Если люблю, заставлять не нужно. Все будет делаться легко, без усилий, почти до автоматизма доходит. А если любви нету или мало, или любовь не такая, как была раньше, тогда надо заставлять. Но я скажу хотя бы так, иногда хотя бы так. Но Павел написал «Любовью служите». Этот текст, как обязательное условие хорошего служения, он включает любовь. Не очень давно мне попала в руки одна старинная фотография. Это было 35 лет назад. Нас было три человека, и мы втроем были достаточно длинный отрезок времени. Но я сначала скажу, что за фотография. На фотографии мы в поезде, и я, и против меня один пожилой брат. И накрытый очень красиво столик, лучше, чем в ресторане накрывают. Салат очень красиво, просто профессионально накрытый столик. Брат, который напротив меня, он пожилой, он старше меня, наверное, был лет на 15. И нет, я не за столик, друзья, а вот это время, которое мы пробыли вместе. Но я его вспоминаю, как очень хорошее время. И для меня был очень яркий пример. Брат, который пожилой, он всегда просыпался раньше нас. и когда мы просыпались, стол был накрыт, на нем было все красиво. Ну, мне кажется, даже вот наши хозяйки очень опытные, не сделать так красиво. Ну, возможно, нет, я не всех знаю, но он дел очень красиво, как будто он был не брат и не служитель церкви. Друзья, ну, а потом, когда я умывался, возвращался, я видел, что постель моя очень аккуратно убрано. И все. Нет, вы знаете, друзья, он очень старательно нам служил, хотя он был старше всех нас. Нас было двое помоложе, а он был старше. Он пресвитер церкви. Но, в общем, я после этого иногда с ним встречался, он еще живой, он уже очень старенький, но все так же похож на того брата, который у меня на фотографии. Он уже совсем, совсем седой. И вот то время, когда мы были вместе, друзья, он для меня оставил хороший пример, как мы должны уметь служить друг другу. Даже тому, который моложе меня, даже тому, который, может быть, по справедливости было, чтобы он не послужил. Но Павел написал любовью служите друг другу. А еще мне очень нравится, апостол Павел объясняет в послании, почему он идет в Рим. Он говорит, я иду в Рим, чтобы послужить святым. как бы это была цель его жизни, это была цель его служения. Братья и сестры, ну, а последняя мысль в этом тексте, это четвертое пожелание. Мы должны уметь умывать ноги друг другу. И даже Христос на эту деталь, он очень ярко и точно сказал, как я, будучи учителем и Господом. Не просто учителем, братья и сестры, я, будучи учителем и Господом, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Я как-то был в церкви, где умывают ноги, ну, буквально, братья и сестры, они моют ноги друг другу. Они вечерю совершают один раз в год, и перед хлебопреломлением моют ноги друг другу. У них такая традиция, у них такой обычай, нет, не просто традиция, обычай, они понимают так, что нужно буквально умывать ноги друг другу. Поэтому они к этому событию готовятся очень тщательно, более тщательно, наверное, чем мы, хлебопреломление. Это все носит такой торжественный характер, чуть-чуть торжественный, далеко не такой, как это было вот в той ситуации, которую я сейчас прочитал. И они это делают. Братья и сестры, как думаю я? И что имеется ввиду умывать ноги друг другу? Ответ нахожу в Священном Писании. Христос сказал, а мы тому нужно только ноги умыть. Вы чисты, и поэтому вам нужно только умыть ноги. И Он это сделал. По-другому, братья и сестры, мы должны помочь друг другу быть чистыми. Быть чистыми до конца. Умывать ноги друг другу. Что я сюда включаю, братья и сестры, умывать ноги? Ну, во-первых, мы должны уметь друг другу прощать. если согрешить против тебя брат твой, написано, ты ему выговори. Друзья, а есть вариант какой-нибудь другой? Вот прежде, чем выговорить или не выговорить, а выйти из положения, я не хочу выговаривать согрешающему брату против меня. Христос указал другой вариант. Прости ему. А когда простить? А он прощения не просит. Как ему простить? Он против меня согрешил, а прощения не просит. Возможно, не заметил. А может быть, считает, что он прав в своем роде. Братья и сестры, Христос и на этот случай сказал, а ты ему прости. Не тогда, когда он прощения попросит, а написано, когда стоите на молитве, прощайте. Жить хорошо будем, если будем уметь прощать раньше, чем у меня брат прощения попросит. Жить лучше будем. И отношения наши будут хорошие, если мы будем прощать не только тогда, когда мне брат скажет прости, исполнив, как в той песне, спеши сказать сердечное прости, а когда стоите на молитве, то уже прощайте. И не так прощайте, как иногда говорят, шрамы остаются. Я тебя простил, а шрамы остаются. Друзья, а написано, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас, так и вы. А как Бог простил? Я скажу, как Бог простил. Бог сказал книге пророка Исаия, «Я грехов твоих и беззаконий не воспомяну больше». То есть «Я как бы их забыл». Написано «И сглажу беззакония твои как туман и грехи твои как облако». Вот как Бог прощает. Поэтому, друзья, мы должны уметь прощать. Умывать ноги это уметь прощать. Нет, братья я и не отрицаю, чтобы выговорить. Ну, например, если брат согрешает, и ему я об этом сказал. Но апостол Павел пишет, написано «В любви и в духе крутости». А еще я иногда советую, мне сестра говорит, вот я хочу ему выговорить, скажи, как это сделать? А я ей говорю, а ты сначала в посте побудь и за этого брата, и за себя, и помолись так, чтобы тебе это сказать так, чтобы он не обиделся, и чтобы это принесло пользу. Вот как. А если любви нет, тогда и не надо, потому что без любви у тебя хорошо не получится. А еще, братья и сестры, мне очень сильно нравится текст Писания. Иоанн пишет, как ноги умывать, как помогать брату быть чистым. Написано, кто видит брата согрешающего грехом не к смерти, пусть молится. Пусть молится. И Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Мне кажется, это одно из самых эффективных средств, как помочь брату или сестре побеждать грех. Как быть чистым, как ноги умыть. За него нужно иногда просто помолиться. И не надо его обличать. И Бог ему жизнь даст. Потому что в плане обличения Дух Святой довольно часто это сделает лучше, чем если это сделаю я. Братья и сестры, одна сестра мне звонит по телефону и говорит, Николай Степанович, вот меня моя подруга очень обидела. И я теперь об этом думаю, она говорит, я даже спать не могу. Я ложусь спать и все время думаю об этой обиде. И я не знаю, что мне делать. Братья и сестры, а я ей говорю, а ты за нее помолись. Она спрашивает, а это поможет? Я говорю, я думаю, что это поможет. Ты за нее помолись. Братья и сестры, в Библии написано, молитесь за обижающих. Это не только ему поможет, это и мне поможет освободиться от обиды. Я дал вам пример, братья и сестры. Написано, что бы вы делали тоже. Какой пример нам дал Иисус Христос? Он дал пример любить своих. Поэтому любить своих, уметь смиряться среди своих, служить своим и умывать ноги своим. Иисус Христос это сделал за несколько часов до своих страданий. И он успел. Братья и сестры, пусть нам Бог поможет, чтобы мы тоже успели. Потому что и время последнее, да и жизнь человека очень хрупкая вещь. Жизнь человека это очень хрупкая вещь. И она может разрушиться моментально, за несколько секунд. Поэтому есть вещи, в которых мы должны спешить, а есть вещи, в которых мы наоборот не должны спешить. Написано, например, всякий человек будет медлен на слова и медлен на гнев. И не спеши сказать слово языком своим. А в тех вопросах, о которых я сейчас проповедую, друзья, мы должны спешить, чтобы успеть. Я читаю последний стих. Написано «Истинно, истинно говорю вам, если вы это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Мы сейчас будем молиться, друзья, чтобы нам не только запомнить эту проповедь, но чтобы мы могли исполнить все то, о чем мы сейчас слышим. При этом только условии мы будем блаженны. Знание блаженства не даст, братья и сестры. Блаженство дает, если то, что мы знаем, исполняем. Пусть нас Бог благословит, братья и сестры, чтобы то слово, которое мы сейчас слышим, чтобы оно не просто отражалось в нашем сознании, но чтобы отражение в жизни, исполнение в жизни принесет нам с вами блаженство. Пусть нам Бог поможет в этом. Аминь.